Эти досочки я подкладываю, чтобы удобнее ходить было. В этой квартире дома номер 41А по улице Луначарского ходить не только опасно, но и просто невозможно. Полы разрушились, как будто им уже больше века. Сначала они просто вот так вот ходили. Могу показать, да, на кухне там так же они ходят. И здесь вот под матрасом, вот под это. Оно видите как? Вот, уступаешь, и туда яму. Вот оно, прогибается прям полы. А ведь этот дом не такой уж и старый. Он всего-то отметил свой первый юбилей – пять лет. Видите, фанера, а вот это вот горбы натуральные, гнилые горбы. Проседание от деревянного пола. Когда они приходили здесь с БТИ и с этого, с администрации. И во-первых, тут стоят даты. Они приходили в декабре, написали 25 января. И потом, они где нашли тут доску? Эта новостройка больше напоминает дешевый американский мотель с отдельными входами в каждую квартиру. И люди уже жалеют, что переехали сюда из купеческого особняка. За эти годы состояние усадьбы не изменилось. А вот новый дом развалился. Мы жили на Достоевск-31. Дом аварийный. Они построили этот дом специально для того дома. Переселили всех сюда. По программе, да? Ну да, по программе. Мы с там бились. И получается, из того аварийного мы попали в этот аварийный дом. Полная разруха наблюдается здесь везде. Дом буквально трещит по швам. Щели на стенах с каждым днём всё больше расходятся. Внешняя отделка из сайдинга разрушается, а под ней мокрый утеплитель, из-за которого в квартирах сырости плесень. Китайские двери развалились уже в первый месяц. А видели вы хоть раз, как лопается натяжной потолок от того, что расходятся стены? В этом доме такое наблюдается почти в каждой квартире. Здесь вот, видите, уже пошла плесень от этого. Столок тоже вот он пошёл сам по себе. Это вот как оно было сновя, так и есть. Даже ключей у них дверей нет. Вот они. То есть, когда вы заселились, вот это... И вот эта дырка тоже была? Да, так на всех дверях было. Жители второго этажа тоже в опасности. У них полы ходят ходуном. Так начиналось разрушение на первом этаже. И люди теперь боятся провалиться вниз. Мыться здесь тоже невозможно. Душевые кабины неправильно подключены к сливу. Нельзя купаться. Вода льётся второй, четвёртую квартиру. Я не мою ещё в этой квартире. В снежные зимы жильцы периодически не могут выйти из квартир. Двери заносят снегом. А лестница на второй этаж превращается в американские горки. Уже вот этот человек падал. Два раз перелом позвоночника. Опа, и там. Раньше на месте этого дома были туалеты туберкулёзной больницы. Жильцы предполагают, что это тоже сказывается на состоянии дома. Не факт, что их нормально закопали и выждали время для усадки грунта. Но всё-таки главная проблема горе-новостройки – это подрядчики и чиновники. Одни построили здание из гробовой доски, прикрыв картинку ярким сайдингом. А вторые приняли объект, лишь бы быстрее отделаться от проблемных граждан, которые просили расселения из аварийного жилья.